Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами сегодня круассанчики. Я взяла всю пачку, и уверена, что с легкостью я это все смогу съесть. Но для начала нам надо с вами это все дело раздеть. Ну все, ребята, они уже раздеты и готовы к еде. Здесь их 6 штук, и я уверена, что все 6 я слопаю, хотя не очень они маленькие, но очень мягкие. Внутри здесь, по-моему, шоколадная начинка и еще ореховый вкус, так скажем. Что-то внутри нутеллы здесь. Давайте приступим. Многовато начинки, если честно. Но ничего. Съесться. Я ненавижу выбрасывать продукты. Вы видели, наверное, в инстаграме. У меня вот кусочки хлеба остаются, я их крашу и на балкон. Приходят птички и все это съедают. Не то, чтобы я сделала там кормушку какую-то, но я просто крашу хлеб и на балкон. Чем просто так выплесить, лучше сделать доброе дело, покормить птичек. Но я, кстати, задумываюсь о кормушке. Мне кажется, это хорошая идея. Как-то я ходила к зубному, и там было что-то вроде фонтана. Там я увидела такое зрелище. ворона находила куски хлеба. Такие, знаете, уже крепкие. Макала в воду, чтобы хлеб стал помягче. И ела. Мне реально так стало жалко животных. Вот после этого я каждый раз так делаю. Я не знаю, как птицы понимают, что на моем этаже есть хавчик. Но они собираются у меня на балконе. Делаю там вечеринку. Как-нибудь вам засниму и закину в инстаграм. То ли там, знаете, один видит, передает другому, что там есть хавчик. Но все у меня собираются на балконе. Я стараюсь вообще в эту сторону не идти, чтобы не испугать. Вот так вот, ребята. Хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос у меня в комментариях. очень часто вижу, что девчонки спрашивают, почему я не снимаю видео на азербайджанском языке, если я живу в Азербайджане. Или, например, создать второй канал, где будет контент на азербайджанском. Некоторые там начинают вот из-за монетизации, из-за того, что, наверное, русскоязычной аудитории гораздо больше. Но я вам так скажу, русскоязычных блогеров тоже больше. Дело тут не в этом. Я однажды создала канал на азербайджанском языке. Когда я его создавала, мне мама сказала, что лучше создавай на русском языке, потому что на азербайджанском ты говоришь очень плохо. Когда блогер не может сформулировать свою мысль, не знаю, смешно пошутить, высказать свое мнение прям грамотно, да? Его неинтересно смотреть. Когда словарный запас блогера это, наверное, 50 слов. А в тот момент как раз-таки так и было. Сейчас чуть лучше, потому что на работе я вынуждена говорить на азербайджанском языке. Последний, наверное, два года я очень много читаю на азербайджанском языке специально, чтобы развивать свою речь, потому что я живу в Азербайджане, я заключаю договоры на азербайджанском, и, возможно, я не узнаю там какое-то слово, а это большая ответственность, которая завтра мне может выйти бока. поэтому я не стою на месте, я стараюсь развиваться, в частности, развивать свой азербайджанский. мы дома по большей части говорим на азербайджанском языке, но у меня у парня есть такой фетиш, когда он разговаривает на азербайджанском, он использует такие слова, господи, такие слова, какие-то литературные, он, когда пишет в WhatsApp сообщения, он пишет с запятыми, со всеми знаками припинания, то есть, да, и я немножко в шоке от этого, иногда он говорит такие слова, которые я даже никогда в жизни не слышала, у меня есть несколько слов, которые у меня просто ассоциируются с моим парнем, он очень любит говорить именно на литературном азербайджанском языке, поэтому я через слово так, что, а, я сначала делала вид, что я все понимаю, я тоже такая начитанная, ой-ой-ой, но потом видно было, что через каждое трясло ветки, когда я не знаю, что сказать, я всегда улыбаюсь, или я, например, не понимаю, когда человек что-то говорит, у моего отца есть друг, вот, и он разговаривает на азербайджанском, но он разговаривает с таким каким-то акцентом, понимаете, это неразборчиво очень, и каждый раз, когда я с ним базарь, я просто смеюсь, когда не понимаю, что сказать, вот, он, наверное, думает, что я чокунда, да, и неудобно, понимаете, один раз переспросил, два раза, на третий раз скажет, что глухая, что ли, поэтому же как-то неудобно, в общем, отвечу раз и навсегда всем, я плохо говорю на азербайджанском языке, и именно из-за этого у меня канал только на русском языке, я могу то же самое, например, мукбанки начать снимать на азербайджанском языке, но я не смогу выразить вам свою мысль, даже элементарно была такая идея, у мамы есть кулинарный канал, и мама предложила создать еще один канал с всеми же рецептами, просто с переводом азербайджанским, я недавно начала читать книги и просто изучать литературный азербайджанский язык, но я, например, не знаю, как сказать перемешиваю, не перемешиваю, например, знаю, заворачиваю, например, заворачиваю в лаваш шаурму, к примеру, как сказать слово заворачиваю, я не знаю, вот, поэтому как-то так, я по-хорошему поражаюсь поражаюсь и восхищаюсь людьми, которые говорят, например, на нескольких языках потрясающе, у меня был коллега, он был бренд-менеджером, аппараты сварки и так далее, но в общем, не важно, и я всегда поражалась, когда он разговаривал по телефону, звонит ему компаньон, например, русский, он просто чисто на литературном языке, на русском объясняет ему, затем через 15 минут звонит турок, и он с такой скоростью, с таким крутым акцентом говорит на турецком, затем проходит еще 15 минут, там, не знаю, полчаса, час, он разговаривает, например, с компаньонами из Америки, на английском, к примеру, я всегда восхищалась им, потому что, когда, например, я начинаю очень много разговаривать на азербайджанском, я уже по-русски два слова связать не могу, у меня все язык заплетается, уже акцент появляется, тут, знаете, такой кавказец рынка получается, то есть я так не могу, я свой родной язык, например, знаю, но я не могу на нем говорить чисто, у меня половина слов русских, там, я всегда своему коллеге говорила, как у тебя это получается, ну, как это возможно просто, такое ощущение, что человек просто, ну, очень развит, в обычной жизни он говорил на азербайджанском, хотя 4 языка он знает просто потрясающе, просто офигенно знает, мне кажется, тут не только дело в том, что эти языки нужно изучать, мне кажется, какие-то данные все-таки должны быть, просто, к примеру, если я месяц не буду говорить на азербайджанском, я его начну забывать, короче, вывод один, у меня куриная память, ну, как вы видите, жить это никак не мешает, я счастлива, ну, ребят, если, я всегда говорю, и говорю это, потому что, у меня есть хоть какой-то опыт, я рано начала работать, но в том плане, что, когда в универе училась, я уже работала, в 17 лет закончила школу, и я просто освоила, что пока у вас есть свободное время, пока у вас есть возможность, учите языки, если меня смотрят, например, девчонки, или мальчишки, из азербайджана, которые русский язык знают, но не прям супер, смотрите русскоязычных блогеров, кто русский знает, например, английский хромает, хотя бы в день, 2-3 видео на английском, Многим интересно, знает ли мой парень по-русски, да, знает, он все понимает, но немножко комплексует, разговаривает, есть люди, которые разговаривают на русском с акцентом, но при этом стараются, продолжают и так далее, у меня парень, он все-таки, любит, либо идеально, либо никак, поначалу у нас был такой диалог, я на русском, он мне отвечает на азербайджанском, вот, затем я его попросила научить меня английскому, потом я поняла, что да ну нафиг, и так жизнь прекрасна, если у вас тоже было такое, ставьте лайк иногда, я вот сажусь и думаю, нет, я ставлю перед собой цель, я буду изучать английский, проходит 2-3 дня, да ну нафиг, жизнь таки прекрасна, работу нашла, нашла, ну все, подписчики есть в ютубе, едим, что еще надо, ну что, ой, какие красочные, вот если бы они еще чередовали, сладкие, соленые, сладкие, соленые, это был бы вообще кайф, ой, сняла для вас видео, не знаю, выложу, не выложу, что-то широко, я пока что думаю, салфетки, видимо, не взяла, так что, если у вас есть время, возможность, интерес, учите языки, вот реально до меня иногда не доходит, в школе нас учат тригонометрии, столько работаю, нигде никогда тригонометрия не нужна, у папы спрашиваю, я говорю, пап, ты когда-нибудь сталкивался с тригонометрией, он говорит, да нет, никогда в жизни, я вот не понимаю, почему нельзя заменить, например, тригонометрию, например, на изучение какого-то важного предмета, например, информатику, монтаж изучайте, или, например, Excel, для бухгалтера это нужно, или, например, научите программу Outlook, ну, действительно, то, что на работе с вас будут требовать, геометрию я еще могу понять, действительно, геометрия нам нужна, я училась на экономиста, и реально было интересно, потому что, затрагивались темы кризисов, не знаю, инфляции, что такое деньги, откуда берутся деньги, реально ты начинаешь хоть что-то соображать, но есть предметы, которые действительно никому нафиг не сдались, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, всех целую, люблю, всем пока. Игра. Игра.